Здравствуйте, здравствуйте. Какие-то динамики на разъезжение делали? Здесь никаких исключений. В равных условиях ученики и их родители и те же правила. На входе проверяют паспорт, усаживают за определенное место и проводят инструктаж. Запрещается пользоваться справочным материалом, кроме тех, которые указаны в тексте КИМ. По русскому языку таких материалов нет. Папы на этот эксперимент не пошли. В аудитории только заботливые мамы. Они сдают один из обязательных экзаменов – русский язык. ЕГЭ с родителями – акция всероссийская. Уже второй год подряд материалы распечатывают перед экзаменуемыми со специальных дисков. Тест и практическая часть в сокращенном варианте. На экзамены отводится меньше часа. Мнения по поводу ЕГЭ среди родителей разделились. Например, Татьяна Ларина считает, что такие испытания для учеников не раскрывают их способности. ЕГЭ, мне кажется, не дает адекватной оценки знания ребенка в том, что он может знать. А то, что мы сдавали раньше, то есть это устный предмет, когда ребенок говорит, когда он может рассказать, то есть те же правила, те же показать примеры. Когда ребенок достаточно коммуникабельный и общительный, это будет проще, нежели ЕГЭ. Это чисто автоматически на удачу. Это лотерея. А вот Никитина Ольга говорит, что единый госэкзамен ничем не отличается от привычных билетов. У вас так отличается ЕГЭ от наших экзаменов, которые сдавали? От тех экзаменов, которые сдавали? Ну, нет, волнения, наверное, тоже. Ощущения тоже, переживания те же. Нет. Мне все понравилось. Заместитель начальника управления образования Алексей Ельцов застал тот момент, когда ЕГЭ только зарождалось. В это время он был учителем русского языка, говорит, такая акция, как дегустация в ресторане. Вместо того, чтобы судить о блюде по названию, его стоит попробовать. Чтобы родителям предоставить возможность познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, с заданиями ЕГЭ. Чтобы они увидели, что ЕГЭ – это не такой страшный экзамен. Совершенно доступный, процедура в достаточной степени лояльная к детям. Кстати, ни один родитель сегодня не был замечен со шпаргалкой. Да и контроль в пункте ЕГЭ был, как всегда, строжайший. Многие родители признались, что, в отличие от своих детей, не готовились к экзаменам. Свои результаты они узнают чуть позже. Елена Силакова, Степан Некрасов. Новости Верхникамья.